Ну, первый груз меня знают. Студент в колледже меня зовут Василий Александрович, я преподаватель кафедры истории в Бурятии. Итак, в честь, получается, дня памяти. Ребята, заходим, посмотри. Мы, получается, проводим приведение в большую акцию. Здесь у нас уже наши истории послушали. И сейчас вам расскажу про военные артефакты, которые мы добываем как раз-таки с места боевых действий, и по которым как раз-таки опознаем без окопавших бойцов. Итак, начнем, думаю, с самых крупных. Итак, каски. Первый курс историки. Молчи. Где советская каска? Справа. Справа? Да. Ага, справа откуда? От вас? Да. Хорошо. Советская каска? Уверены? Первый курс. Историки. Японская каска. Чья это каска? Японская. Японская каска. Это уже у нас уже советская каска. Это советская каска 1939 года, образец Холхимголка. Называется таким вот образом. Используется при боевых действиях на реке Холхимгол. Вас, конечно же, всех запутало что в первую очередь? Звезда. Звезда. Итак, на японских касках, смотрите, сама форма абсолютно другая. И звезда получается металлическая. Металлическая. В последующем же уже она окрашивалась, получается, в три цвета. Красный, синий и зеленый. Все в зависимости от краски от рода войск. Итак, каска Холхимголка, как раз таки добытая, получается, в Подольске. Это, соответственно, битва за Москву. Получается, была, кстати, вместе с нашим бойцом, с нашим земляком, именно с Бурятией. К сожалению, боец погиб у нас от попадания пули снайпера немецкого, так как немецкие снайпера использовали разрывные патроны. Здесь мы видим, что отсюда пуля у нас улетела, отсюда она у нас вылетела. И он обидным осколком. Отличается, получается, своим гребешком. Данный гребешок спасал как раз таки от прямого попадания, допустим, сабли, катаны и так далее. Почему? Потому что удар приходился по этому гребешку и скашивался. Но также обладал функциями фильтра. Опознаем мы безвести пропавших бойцов при помощи как раз таки личных вещей, также смертных медальонов. Вот, получается, у нас смертные медальоны. Это японского образца. Вот так. Смертные медальоны японского образца. То есть, можете посмотреть, передать друг другу. То есть, по этим смертным медальонам мы можем определить личность безвести пропавшего бойца. Там сохранена, получается, полная информация. Также по именным личным вещам. Этот котелок принадлежал бойцу Пирогову. То есть, найденный, получается, как раз на Холкинголе. Пирогов.а. Здесь вы можете прочитать. Данный боец опознанный. Информация о нем была передана. Так, что еще вам рассказать-то? Давайте. Итак, что за пистолет? ТТ. ТТ? Раз. ТТ же больше будет. Это, получается, пистолет финского образца. Финский пистолет был найден, получается, у нашего офицера. Офицер погиб от болевого шока. Почему? Потому что осколок или пуля, попавшая именно в магазин, полностью разорвала ему кисть. То есть, никаких других повреждений на останках у нас не было обнаружено. Кроме, как разорванной кисти. Итак, что это? Штык-нож. Все верно. Штык-нож от самозарядной винтовки Токарева. То есть, вот таким вот образом выглядит. Наносит колющие, режущие раны. Если же, получается, от штык-ножа, вот, допустим, от того же СВТ, мы можем, получается, залечить наши раны, то уже от штыка от винтовки Мосина, все ее видели? То есть, от этого штыка нам уже не спастись. Почему? Потому что там наносятся колющие, режущие раны. Сам вид данного штыка крестообразный. И даже если вы сможете, так сказать, залечить рану, так сказать, снаружи, но внутренние, именно внутренние органы ни в коем случае не залечить. Невозможно залечить. Итак, самое опасное, то, с чем мы сталкиваемся на раскопках, именно в ходе экспедиции, это, конечно же, взрывчатые вещества. Итак, взрывные устройства разные, то есть, как и противотанковые орудия, так и, получается, мины, минометные снаряды, также и гранаты. Итак, это у нас противопехотная мино-растяжка. То есть, функционирует каким образом? Здесь у нас запал, просовывается проволока, одевается на колышек, втыкается в землю. Проволока растягивается и ждет своего, так сказать, соперника, врага. Итак, минометный снаряд немецкий, именно немецкого образца. Более, так сказать, маленький, с большим количеством оперений, но, так сказать, дальность меньше, но зато высокая точность у минометных немецких снарядов. У наших советских малое количество оперений, более такой массивный вид, увеличивает, так сказать, дальность, но уменьшает точность. Итак, давайте перейдем к... Как по фильму вы уже увидели, на данный момент всплывает достаточно большое количество новых каких-то фактов, как раз опровергающих те самые, так сказать, слова в книгах, которые, так сказать, являются белыми пятнами в истории. Здесь, допустим, у нас представлена, это у нас обувь японских медработниц, японских девушек. Это одно из, так сказать, белых пятен. Почему? Потому что, так сказать, по официальным данным в Японии говорилось то, что в 1939 году японские девушки не принимали участие в боевых действиях. Не как медработницы, не как архивные, так сказать, работники и так далее. А как раз-таки раскопки нам показывают, что это что? Белое пятно, и оно полностью раскрыто. Так, следующее. Как мы все знаем, немецкие силы были гораздо, так сказать, лучше оснащены наших советских. Об этом нам говорят, как бы, из охраны самих останков. Почему? Потому что у немцев было достаточно большое количество различных добавок. То есть, энергетические порошки, кальциевые порошки и так далее. То есть, это у нас получается, как окраски пример их, так сказать... Что это? Пермитин. Что это такое? Ну, что это такое? Что такое пермитин? Что это такое? Нет, это не добавка. Первый курс, что это? Это немецкий антисептик. То есть, именно тоже порошкового вида. То есть, если какое-то маленькое ранение, порошок посыпался и обеззараживался. Ну и, конечно же, вот, допустим. Все мы знаем, что японцы достаточно большое количество проводили экспериментов. Именно эксперименты, что касаемо биологического и химического оружия. Этим как раз и опасны раскопки на реке Холхингол, так как у каждого японца была капсула с блохой, с мухой и так далее, которая изначально была заражена какими-либо биологическим, так сказать, оружием. То есть, самое большое, так сказать, распространение на Холхинголе были именно, так сказать, чумные блохи. То есть, и как раз-таки большое применение именно противогазов на угольной основе было именно в Японии. То есть, вот японский противогаз, именно фильтр. Так, думаю, дальше уже давайте по вопросам. Ребята, у вас есть вопросы? Давайте позадаем вопросы в форме диалога. Тем более у нас сейчас время заканчивается. Вопросы есть? Нет. Колледж? Нет. Что-то кизурумчику стесняется. Нет вопросов? Нет. Ну все, хорошо тогда.